Внимание друзья, снимаю фильм. Они мне все необычные. Мне прислал вот эту фотографию вот этот гражданин. Гражданин, в хорошем случае, в смысле слова, Владимир Синицын. Вот и он. Вот он, вот он, вот он. Вот так вот его видно хорошо. Всего согласия. Так, смотрим дальше. Итак, он мне присылает вот эту фотографию. Крупный план. Так, вот он. И сейчас я хочу обнародовать переписку, нашу с ним переписку. Почему? Я собираю необычные факты. Когда их собирается много, у меня появляются целые теории. Иногда, так скромненько, мировые открытия. Они лежат на поверхности, но как-то почему-то любознательность исчезла в широких научных кругах. Приказано считать, что нет вегативизации. Значит, нет. Приказано считать то, что уже из Латинков появились новые необычные фрукты. Считать их химерами. Считать. Вот. А слово химера вызывает ужас у простых людей. Итак, поехали. Посмотрели. Это был крупный план. Что меня в нем привлекло? Необычный урожай. Он далеко не у всех бывает. Тогда я пишу товарищу. Прошу от вас разрезить, откуда что берется. Вот. Было дело так. В этой фотографии приспособлены вот эти вот слова. Величие, Валерий Константинович. Как груша на прививку отреагировала? До прививки такого урожая не было. Благодарю вас. При слове прививка у меня всегда шел с дыбом. И я ему пишу следующее. Внимание. Честно говоря, ничего не понял. А можно подробнее? Что за подвой? Что за сорт привили? Когда привили? Где добывали? Сегодня вебинар. Я бы как раз бы похвастался вашей работой. Так. Теперь, друзья, я включаю телефон. Почему? Так надо. На компьютере не получается чистый звук. Итак, телефон слушаем. Ваш декабрист привит на мою зимнюю грушу. Какой сорт? Честно не могу сказать. Но плоды крупнее, во-первых. Во-вторых, их больше, гораздо больше. Ну, было, я не знаю, штук 20 максимально. Это позапрошлый год. В прошлом году вообще одна веточка была с плодами. А в этом году, вы посмотрите, да, невооруженным глазом видно, как ветки до земли склонились. А верхний, он целый ярус освободился. Ветки вниз все ушли. Вторая яблоня привил ладу, вашу тоже. И в этом году плоды были больше. Да 370 грамм. Ну, так, навскидку взяли. Самая большая, не самая большая. Ну, большая была. Ой-ой-ой. Извесили. Плюс их тоже было больше гораздо. Но они летние уже ушли. И плоды дольше сохранялись на ветке, то есть зазрели. А до этого они быстрее. Вот время спелости наступает. И буквально день-два проморгало, оно уже портится начинало. А тут спокойненько смотришь, ага, желтеть начала. Снимаешь прям мед просто. Так что прививки, за прививки огромная вам благодарность. Огромная. Так, значит, давайте, небольшой мой комментарий. Ну, то, что случилось, вот это вот, и в втором варианте, это наука объясняет понятие ментор, влияние одного сорта на другой. Вот, и, в общем-то, один из способов добиться чудес. И, получается, наш друг Синицын этого добился. Вот. Я неспроста попросил его разъяснить поподробнее. Почему? Потому что у меня у самого такие вещи происходят постоянно. Вот это вот у меня, например, фото 27-28. Я сегодня снимал фильм. Вот. И тут в этом самом вообще была моя прививка. Я сейчас покажу её. Ну, тема мне уж больная. Меня тема эта трогает. Вот. 2007 год. Так, и тут у меня прививка крупноплодной яблони на ранетку. На ранетку. Ау, куда ты делаешь? Куда ты делаешь? Куда ты делаешь? Ну, всё, теперь я в этом обилии, наверное, не найду. А жаль. Но я ещё чуть-чуть поищу. Ещё чуть-чуть. Вот. Дело в том, что я считаю, что прививками можно облагораживать деревья. Вот. Ведь почти всё. Ну, давайте я не буду сейчас искать её. Нет, ну так хотелось показать прививка крупноплодного на ранетку. Сегодня уже фильм снимал. Снимал. Вот. Снимал. И доснимал всё. А вот она. Нашёл. Вот она, видите? Вот эта вот ранетка вдали, вон она краснеется. А на переднем плане крупноплодная яблони называется «жёлтый бочонок». И так, значит, отсюда мы уходим. Вот. И так, всё, что вы видите перед собой. Я начал на 10 лет раньше, на 20. Но цифровый фотоаппарат появился с 2007 года. И вся эта роскошь, вот эта вот, видите? Вся вот эта роскошь. Она теперь благодаря во многом цифровому фотоаппарату. И девушки красивее, и плоды красивее. Значит, я призываю вас с помощью именно этого фильма. И ещё у меня их уже 5400. Вы не ослышались. 5400 фильмов. Это мой вклад в науку, которая делает вид, что меня не существует. Вот. И в результате годы теряются, теряются, теряются годы. Вот что мне обидно. Тогда, значит, что происходит? Кстати, это я. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот. Вот. Кстати, происходит следующее. Очень много. Если, допустим, мы... Витагеризация, это если вот эти новые качества, как у нашего друга, у него, из единого качества, будут потомстве. Одни говорят, будут, другие не будут. Многие на этом шею сломались, помните времена Луисенко. Вот. И... Но, ментор, влияние существует. И я призываю вас делать то же самое. Улучшать породу с помощью природы. Вот. Купили, опять обманули. Опять несъедобное. Прививку сделали. Улучшаться может и прививка, и то, что ниже прививки. Даже привитый опять обманули. Вроде бы привитый, а его есть невозможно. Вот. Тогда, значит, третий этаж. Вот как здесь. Ну, в общем, на этом позвольте мне закончить. Я считаю, что я свою задачу в данном случае выполнил. Ментор существует. Все документы найдете в интернете, в разных справочниках, в Википедии, и вы поймете, что вам надо учиться привать. А вы скажете, а где эту роскошь возьму? А где эту роскошь взял гражданин Синицын? Вот этот чек гражданской должности. Где он ее взял? Вы уже догадались. Вы уже догадались. Итак, мы имеем возможность улучшать, улучшать и улучшать с помощью прививок. Лучший прививочный материал в Украине есть свои мастера, но граница нерушима. Поэтому в России только у нескольких человек. Ну, лидером является Железовая Концентиновича, от которой сейчас с вами разговаривают. Поняли, да? Вот. И тогда наступит ноябрь, вы у меня будете заказывать черенки, я буду гробить свои деревья, калечить их. Вот. И таким образом у нас прекрасных деревьев прибавится. А кто-то там самым низу еще было приписано. Ну-ка. Вот ваши сорта. Я взял абрикос сельцевый. Вопрос. А, о-о-о, еще не закончился разговор. Я взял абрикос сельцевый. Он самоплодный или прививать нужно? И самоплодный, вот, и прививать нужно. Грушу уссурийска нужно прививать? Или она сортовая? А вот здесь только прививать. Итак, абрикос может дать прекрасные плоды 20, 30, а то и 40 грамм. Как повезет. Можно на него привить. Ну, корзину с двумя, нет. Две корзины с яйцами. Это значит, что посадили половину осенью, половину пустырикасы. Посадили половину, довели до плодношения, половину на прививку, на последующую. Вот теперь, наверное, я все сказал. Все благодарю за внимание. А что еще у нас, ребята, в рюкзаках? А у нас, ребята, в рюкзаках есть каталог. Есть этот самый, ватсап, по которому мы сейчас с Синицыным-то и общались. Общались, общались. А теперь мы с вами у меня в архиве, а вот в архиве есть каталог. Каталог. Он почти готов? Все готовы. Кстати, вот сейчас что-то тут мелькнуло. Ну-ка. Нет, не вот это мелькнуло. Не вот это. Ладно, не будем отвлекаться. Правильно? Правильно. Так. Лекция. А вот он каталог. Перечитите, пожалуйста. 2024 год. Есть урожай 22-23 года с большими скидками. Мне жалко выбрасывать. Вот. А качество плодов, то есть косточек, семечек, такое же, как у 2024 года. У 2022-2023 года качество такое же, как у 2024 года. Но зато дешевле. Ну, а дальше вы видите, что я пользуюсь случаем. Цена определяется спросом уникальностью, съедобность, морозостойкость. Это единственная на планете коллекция, которая не имеет аналога. Другое дело, что грабли все те же. Это на рынок. Купил, выбросил. Раньше хотя бы несколько лет поживут. дойдут до плодоношения, попробовал, плюнул топор. А сейчас не надо топора. Посадил, вот, а он мертвый. Тут же выдернул руками. Зачем напрягаться? Там за топором бегать. Выдернул руками и в костер. А вот это не в костер. Вот. Вот это вот. Вот это телефон привязан к карте Сбербанка. Видите? Вот. Вы помнили? Остановите запись. И запишите его. И он привязан раз. И второе. Он же. Это и ватсап. Общайтесь по ватсапу. Закажите вот этот каталог. Тогда у вас будет. И вот такие книги. Я коротко. Вот такая книга будет. Вот такие брошюры. Вот такая книга будет. Это энциклопедия. Садоводство для избранных судьбой. Не для всех. Для тех, кто избран судьбой. А вы уже сами решайте. Вы избраны судьбой или нет. Цена скромная. В наше время это все. Листомты и бутылки водки. Эти отравленные. Так. Диски. Сейчас. На них спрос упал. Зато я сделал электронные варианты дисков. Те же. Привязься нож. Пожалуйста. Это мой друг делает. А я помогаю распространить. Тоже бы надо. Вот эта реклама. Куда без красивой племянницы мои. Вот. И наконец. То, что у меня есть. Вот. Супер академик. Супер фаина. Супер серафим. Супер поздний филиппев. Это то, чего не имеет аналогов на всей планете. Вот. Остальное практически тоже не имеет аналогов. Но может быть поскромнее. И чего у нас только нет. Семена яблоньет. Вот сейчас колновидные. У меня уже сохнут семена. Мелба, Аленушка, Антоновка нет еще. Потому что она зимняя. Она еще на дереве висит. И падать не собирается. Лещина уже заготовлена. Манжульский орех. Уже есть маленькая. Начал падать. Ранетки. Культурные. Одичавшие. Но это я считаю все по двое. Из них выросли что-то вкусное. Но когда я говорил, что ранетка культурная. Вспоминаем, да? И фотографию показывал вам. А в чем фотография? А, нет. Да, я нашел ее. Там, значит. Получилось у вас. Заказали ранетки. Ой, мелкие, невкусные. Да привейте пару крупноплодных яблони. Ранетка будет вкусная. И прививка будет прекрасно себя чувствовать. На ранетке у нее не будет биологической несовместимости. Биологического отторжения. Потому что убедил груши. Стоит ли он связываться с вкуснейшими, моими вкуснейшими грушами. Вот. Стоит это решать вам. Потому что когда-то Боддер, мой друг, он же посовместитель с гений. Вот. В поселке Чаровушка, где относительно неплохой климат. Эти же груши, купленные в магазине. А тогда, 40 лет, 50 лет назад, 50. Царство ему небесное, кстати. Я желаю. Я желаю ему Царство небесное. 50 лет назад, 55. Вот. Груши съел, семечки вырастил. Вот такое чудо. Вот. Уссурийское, да, только прививать. Повторяю еще раз, для Синицына и для других. Уссурийское это дикарь. Только прививать. Вот. Ну, в общем, вы поняли, я потом отдельно сейчас доделаю каталог до конца. То есть, я доделаю так, чтобы вопросов было меньше. Вот. Венгерки, это вот такие, уууу, 50-60 грамм продолговатые, вкуснейшие плоды китайки, которые не боятся ни сырости, ни мороза. Все-все заканчиваю. И так, если только еще, знаете, чего не хватает? Вот. Пролеснуть вот так вот, чтобы у вас закружилась голова, чтобы от зависти сбегали какой-то, валидолу, а потом через колеты завидовать не придется. Это самый простых я начал. Ну, а потом скромные пошли, вот эти, вот эти, вот эти. Скромные, скромные, скромные. Скромные. Представляете, с Украины привез веточку, получил в 22-м году 40 ведер с дерева, и еще тысячи, все, еще тысячи не подобрались. Не было сил собирать, 40 ведер собрали. Ну, это старая фотография, девушка, наверное, лет 15. Вот так вот. Что такое жердель, поняли? Вот. Чудеса. Вот он, Канада. Вот он, Железов. Вот. Улучшил, породу улучшил. Как? Читайте мои книги, мои диски. Не могу что-то тут рассказать. Тройные гибриды. А здесь, а дерево на планете. Вот. Потомки уже чуть-чуть меняются. Серафимовский. Полсотни плодопитомников украли эту фотографию. Полсотни. Почему? Обычно они показывают на ладошке три штучки, на тарелке пять штучек. И пойди догадайся, как не то, что у него или полсотни других фотографий, одна и та же, а их полсотни или сотня. И догадайся, кто именно сделал, а остальные это мошенники. Обманывают. Вот. Невозможно догадаться даже, в какой стране. Ведь фотография-то роскошная. Почему прицепились к этой фотографии? Сказать? А тут полдерева. Мол, не три штучки, а вот посмотрите, у нас в саду такое растет. Ага. Растет только в саду Железово. Все. Повторяюсь еще раз. Пожалуйста, умоляю. Вот только это самое. Очень вас прошу, заказывайте у меня косточки, семечки. С этого начнете. Или кольнесобственное, или потом привьете. С чего я и начал. Прививаем. Получает такое чудо. Кстати, это кольнесобственное. Все, благодарю за внимание. А то я что-то это. Боюсь, что утомил вас. Вот. И вы уже думаете, а стоит ли мне выкладывать деньги за деньги? Вот эти косточки.